Встречаем на льду президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Дорогие друзья, вот и закончилось чудо. Всегда, когда хорошо, и это хорошо быстро заканчивается. Нам эти ребята подарили минуты, часы и дни прекрасного хоккея. Много будет написано, сказано об этой серии и о сегодняшнем матче. Он был неожиданным, для меня невероятным. Я увидел две команды на льду. Молодая, задорная, устремленная в будущее. И уже солидная, взрослая, местами очень взрослая команда Металлурга и команда Ньоман. Я думаю, что, губернатор об этом сказал, вы, ребята, напрасно некоторые нос повесили. Это хорошая команда. И если вы ее сохраните, за этими ребятами большое будущее. Они много принесут счастья. Вам скажу огромное спасибо. Вы действительно выдержали рисунок игры с первой до последней минуты. Вы выполнили, я так понимаю, задания своих тренеров. Играли четко, по месту. Но не хватило одной секунды, а может быть доли секунды, чтобы этот спектакль был продолжен. Но спорт есть спорт, отсюда никуда не деться. На этой арене сегодня были две равных красивых команды. Вы не зря едите хлеб, вы его сегодня отработали с первой до последней секунды. И думаю, никто не бросит камень в ваш огород. Но я хочу, прежде всего, как всегда, поблагодарить тех, кто стоит за вами, кто помогает вами. Руководители областей, они у дела закусили, играли как следует. Я очень рад возвращению Гродненцев в большой хоккей. И я также рад, что Металлург подтвердил свою закалку. Огромное спасибо вам. Мы решили приехать к вам с командой. Ее зовут команда президента. Но это ребята, которые так же, как вы, вы их узнаете многих, боролись, на зубах вытягивали многие игры, страдали, мучились. Это настоящие хоккеисты. Их большой хоккей, говорят, закончился. Они прошли еще больший хоккей, любительский. И они победили в чемпионате Беларуси этого года и решили приехать, посмотрев хоккей, поздравить вас с этим великим спектаклем. Гродненцы, большое спасибо вам. Вы знаете, меня всегда порывает на откровенность. И сегодня должен сказать, что вы меня, Гроднен, сегодня удивили. Я думаю, вы тут агрессивные такие, очень злые, настроены непонятно как. А я увидел корректных представителей западного региона, которые давали покричать и гомельчанам, и жлобинцам, и сами кричали как следует. Молодцы! Спасибо, ребята. Ну а теперь к нашей церемонии. Для многих из вас вся жизнь впереди, но эти минуты вы запомните на всю свою жизнь. И не только вы, ваши родные, близкие и самое главное, ваши дети. Они у вас будут учиться жизни и не только играть в хоккей. Прошу. Второе место в открытом чемпионате Республики Беларусь по хоккею с шайбой в экстралиге текущего сезона заняла хоккейная команда Неман Гротна. Команда приглашается для награждения серебряными медалями. Команда приглашается для награждения серебряными медалями. Победителем открытого чемпионата Республики Беларусь по хоккею с шайбой в экстралиге сезона 2022-2023 годов стала хоккейная команда Металлург Шлобин. Золотые медали вручает команда Президента Республики Беларусь. Кубок Президента Республики Беларусь. Кубок вручает президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Кубок вручает президент Республики Беларусь Александр Григорьевич. Кубок вручает президент Республики Беларусь Александр Григорьевич.